Время исправить эту несправедливость! Встречайте! Вслед за инди-битвой Игромания и LG Electronics запускают конкурс Инди-месяца! Каждый месяц мы будем рассказывать еще про шесть проектов российских инди-разработчиков, и лучший из них выберите именно вы! Победителю народного голосования достанется широкоформатный монитор LG 34WK650, а главное, еще один монитор из серии Ultra Wide мы разыграем среди всех читателей, которые отдали голос за одну из работ! Так что переходите по ссылке в описании, первые проекты конкурсантов уже опубликованы на сайте! Скоро начнется голосование! Игромания представляет итоги недели. Программу о самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за минувшие семь дней. Смотрите в этом выпуске! Как в новой Watch Dogs будет реализована смерть персонажа? Слухи о новой игре от Valve? Что Nintendo анонсировала вместо Switch Pro? Обо всем этом и многом другом уже через несколько секунд. На прошлой неделе Nintendo представила Switch Lite — облегченную версию своей консоли, лишенную ряда возможностей гибрида. После этого поклонники ждали анонса Switch Pro, но, как выяснилось, напрасно. Нет, компания действительно объявила о выпуске новой модели, но все изменения в ней касаются исключительно батареи. Продажи новинки начнутся в конце августа, и, видимо, она постепенно вытеснит с полок магазина в текущую модель. Согласно информации на сайте, новая Switch живет от 4,5 до 9 часов, тогда как оригинал выдерживает от 2,5 до 6,5 часов в зависимости от запущенного приложения. У Switch Lite показатель средний между двумя старшими версиями — от 3 до 7 часов. Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые. Цена должна остаться прежней, и вот это как раз больше всего возмутило пользователей сети. Получается, что все те, кто недавно приобрел Switch, по сути спустили деньги на заведомо худшее устройство, а никакого обмена, само собой, не предусмотрено. Ну а тем, кто пока раздумывает о покупке консоли, настоятельно рекомендуем все же дождаться осени. В компании Google прояснили некоторые аспекты своего сервиса Stadia. Директор по продукту Андрей Дороничев в ходе AMA-сессии на Reddit ответил на ряд вопросов о будущем проекте. Он заявил, что подписка Stadia Pro — это не буквальный аналог Netflix для игр, а что-то вроде Xbox Live Gold, то есть целью будет возможность играть в предварительно купленные проекты, а не отказываться от подписки на неограниченный доступ. Дороничев отметил, что Stadia Pro будет предлагать по одной игре в месяц бесплатно, и первым таким подарком станет Destiny 2. Для сравнения, в сервисе Microsoft регулярно предлагается 3-4 тайтла, при этом стоимость Stadia Pro аналогична стоимости подписки на Xbox Live Gold — 10 долларов в месяц. Помимо этих подробностей, Дороничев сообщил, что в Stadia будут достижения, хотя и не сразу. А еще будет доступна социальная платформа, в том числе список друзей, вечеринки и голосовой чат. Также была заявлена поддержка инди-разработчиков и семейный обмен играми в будущем. Напомним, что запуск сервиса состоится в ноябре в 14 странах. России в списке пока нет. Юбисофт представила полный список игр для своего сервиса Uplay+, аналога Xbox Game Pass для PC. На старте в сервисе будут доступны 111 проектов, среди которых все части Assassin's Creed, Prince of Persia, Splinter Cell, а также серия Far Cry, начиная со второй части. Отметим также, что в библиотеку входят не базовые версии игр, а их самые дорогие издания. Более того, подписчики Uplay+, не только получат все грядущие новинки компании, но и смогут начать прохождение за три дня до официального релиза. Запуск премиальной подписки состоится 3 сентября. Ежемесячная стоимость составит 999 рублей. Однако те, кто подпишется на рассылку, смогут опробовать сервис бесплатно с 3 по 30 сентября. Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг в недавнем интервью рассказал о главной игровой механике — возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего. В частности, он пояснил, что произойдет в случае смерти героя. По словам Хокинга, подобный исход вполне возможен, однако его можно попробовать избежать. «Окончательная смерть — это риск, с которым придется считаться каждому игроку», — говорит разработчик. Когда здоровье героя падает до нуля, он впадает в критическое состояние. В этот момент можно выбрать вариант «Сдаться», тогда персонажа отправят в тюрьму. Таких агентов можно время от времени освобождать или просто ждать, пока они не отсидят срок. Если же выбрать продолжение борьбы, можно будет окончательно потерять этого героя. Конец цитаты. Любой житель города, которого мы привлечем к борьбе, может погибнуть навсегда, но ему в любом случае найдется замена. А поскольку все варианты развития сценария прописаны для любого из персонажей, на сюжете смерть агентов никак не скажется. Оборвется лишь линия, связанная с предысторией погибшего героя. Хокинг также сообщил, что все сюжетные ролики созданы с расчетом на любого из возможных участников Децек. Так что мы вряд ли заметим потерю. Watch Dogs Legion выйдет 6 марта на PC, Xbox One и PS4. Electronic Arts совместно с создателями Plants vs. Zombies и PopCap неожиданно анонсировала третью часть основной франшизы. Более того, некоторые американские обладатели смартфонов на Android уже сейчас могут опробовать раннюю версию проекта. Вероятно, совсем скоро альфа игры станет доступной и в других странах. По крайней мере, на это открыто намекает пресс-релиз издателя, который хочет привлечь к тестированию побольше пользователей. Компания даже придумала любопытный слоган для теста — «Одолжите нам свои мозги». Ну, интерпретируйте как хотите. Разработчики отмечают, что во время тестирования время от времени будут сбрасывать весь прогресс из-за различных изменений в самом продукте. Зато в альфе не будет никаких микротранзакций. Если они и появятся, то уже после полноценного релиза. Ранее издатель сообщил инвесторам, что к релизу готовится новая крупная часть Plants vs. Zombies для консолей и PC. Ожидается, что это продолжение Garden Warfare, которое должно поступить в продажу до конца года. Blizzard объявила, что Overwatch переходит на новую ступень развития. Теперь в игре появляются роли, которые каждому придется выбирать перед началом матча. В очереди на быструю игру и соревновательную игру всем пользователям предложат определиться с профилем — танк, урон или поддержка. На выбор будут предложены только герои, соответствующие принятой роли, и менять ее до конца поединка не позволят. По такой же системе будут проходить киберспортивные состязания. Теперь в каждом матче будет два танка, два игрока поддержки и два специалиста по урону. Изменения затронут и другие аспекты игры. Так, вместо десяти квалификационных матчей будет достаточно выиграть пять за любую роль, но тогда именно в ней и придется продолжать. Вместо общего рейтинга у пользователей будет три отдельных по каждой из ролей. Отметим, что Формула 2-2-2 господствовала все время существования Overwatch, вплоть до появления тактики GOATS. Киберспортивная команда с таким названием стала выставлять на матчи трех танков с тремя мастерами поддержки. Вскоре эту систему позаимствовали многие другие, она гарантировала выживаемость команды. Но в результате пострадала зрелищность, матчи стали медленными и скучными. Игра по ролям будет использоваться во всех матчах на четвертом этапе Overwatch League. Турнир начнется 25 июля. С момента выхода Half-Life 2 эпизод 2 прошло уже почти 12 лет. Однако многие до сих пор надеются, что Гейб Ньюэлл все-таки выпустит продолжение игры о похождениях Гордона Фримена. И вот появились новые слухи на эту тему. В файлах обновления движка Source 2 пользователи обнаружили упоминание некоего проекта Citadel. Поклонники предположили, что это название одного из уровней гипотетических Half-Life VR, Half-Life Эпизод 3 или же вовсе Half-Life 3. Но все прояснил ютюбер Тайлер Маквинкер, который покопался в коде движка. По его данным, речь идет о новой игре, которая будет заточена под скрытное прохождение. Противникам прописывают качественный искусственный интеллект, а игрок получит доступ к мини-карте с видом сверху. При этом для новой игры используется та же сборка движка Source 2, что и для игры Dota 2, то есть это явно тактическая игра, а не шутер. В компании пока не комментируют эту находку и выводы поклонников, так что остается только ждать. Руководитель и бывший совладелец Eid Software Тим Уиллитс объявил о скором уходе из студии. Это случится после завершения QuakeCon 2019, то есть уже в конце месяца. Причины такого решения неизвестны, но Уиллитс обещает, что все находящиеся в производстве игры в хороших руках, а его уход никак не затронет запланированные релизы. По словам разработчика, компания продолжит заниматься созданием игр, входящих в список лучших шутеров на планете. Сам же он совсем скоро объявит о том, куда перейдет после 24 лет работы в Eid Software. Уиллитс начинал в студии в качестве дизайнера уровней Strife, потом работал над многими частями Quake, занимал позицию ведущего дизайнера Doom 3, а в 2011 году возглавил студию. Последним проектом, созданным под его началом, был боевик Rage 2, который вышел в мае этого года и получил довольно сдержанные отзывы от игроков и от прессы. Tetris Effect неожиданно переберется с PS4 на PC, причем уже завтра, 23 июля. Пятая и шестая части Resident Evil выйдут на Nintendo Switch 29 октября. Capcom отгрузила 13 миллионов копий Monster Hunter World. Total War Three Kingdoms 8 августа получит первое сюжетное дополнение под названием «Eight Princess». Призовой фонд The International 2019 перевалил за 30 миллионов долларов. Аккурат к премьере трейлера сериального Ведьмака состоялся выход десятой версии популярной графической модификации для Дикой Охоты. Речь идет об HD Reworked Project. Энтузиаст под ником Хелк Хоган начал проект еще в 2015 году, вскоре после релиза оригинальной игры. За последующее время он успел масштабно улучшить различные визуальные аспекты RPG, включая текстуры окружения, персонажей и животных, незначительно увеличить дистанции прорисовки и переработать материалы многих новых текстур. При этом энтузиаст сообщает, что нововведения незначительно влияют на общий уровень производительности. Для мода требуется видеокарта хотя бы с 3 гигабайтами видеопамяти, но желательно иметь 4. В целом падение FPS может составить до 5 кадров, однако на видеокартах NVIDIA GeForce 970 или AMD Radeon R9 290X и более мощных GPU никакого снижения производительности быть не должно. Судя по всему, на 10-й версии развитие модификации не остановится. Энтузиаст уже опрашивает всех желающих относительно того, чем ему стоит заняться далее. Продолжать улучшать основную игру и каменные сердца, или же заняться туссентом из расширения Кровь и Вино. А между тем, умелец под ником J16D работает над другим, не менее амбициозным проектом. Уже 4 года он создает игру про Человека-паука на базе горячо любимой GTA San Andreas. И, как видите, получается у него совсем не дурно. Хотя разработка стартовала задолго до выхода хита от Insomniac, именно его моддер взял в качестве нового ориентира, перенеся в свое творение саундтрек, меню и некоторые трюки паука. Конечно, старенький движок не способен передать все играции супергероя, но смотрится все очень даже прилично. Паутина цепляется за здание, а Питер Паркер исполняет в воздухе зрелищные кульбиты. Если не знать контекста, то можно принять это за кадры из какой-то забытой официальной игры середины нулевых. В будущем Джей планирует добавить в мод бег по стенам и еще больше знакомых менюшек. Ну и, конечно, выложить рабочую версию модификации. Будем ждать. Необычный взгляд на Сэмус из Метроид от Тревора Карра. Не совсем темное фэнтези от Эмилис Эмки. Работы голливудского художника Алекса Найса. Колоритные персонажи Кати Гудкиной, художницы студии Бесесда. А это моя собачья техника под названием «Ползущий ужас». Очень активный носорог. Кажется, у вертолетов начался брачный период. Весьма необычная дуэль на световых мечах. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин